Итак, добрый день, дорогие друзья. Как снять блокировку Эйнштейна? Именно с таким докладом заявился Губарев Евгений Алексеевич. Евгений Алексеевич мы неоднократно видели на множестве физических семинаров, фундаментальных семинаров. Тема доклада «Как снять блокировку Эйнштейна». Евгений Алексеевич, представьтесь, пожалуйста, и где-то я встречал название вашего доклада, объясните, чьи это слова? Ну, это цитата, цитата из трудов Юрия Николаевича Иванова, уважаемого академика. Следующий доклад, Юрий Николаевич Иванов, доктор технических наук, академик Раен. Ритмодинамика. Как снять блокировку Эйнштейна? Это цитата, взятая из его книги «Ритмодинамика». Вот не скрою, что я обратился к Юрию Николаевичу провести совместную дискуссию именно по этой теме. Что подразумевается в формулировке блокировка Эйнштейна? Что конкретно заблокировал Альберт Эйнштейн? Ну вот об этом надо конкретно поговорить. Что же подразумевается под словами блокировка Эйнштейна? Ответ на этот вопрос содержится в преамбуле знаменитой статьи Альберта Эйнштейна. Первой и самой основной работе по специальной теории относительности, которая называется «Кэлектродинамика движущейся тела». Она поступила в редакцию крупнейшего физического немецкого журнала «Аннальдерфизик» 30 июня 1905 года. Вот цитата из преамбулы этой статьи. Его слова «Введение светоносного эфира окажется при этом излишним, поскольку в предлагаемой теории не вводится абсолютно покоящееся пространство, наделенное особыми свойствами». Я думаю, что и знание абсолютного пространства было необходимо Эйнштейну, чтобы обосновать равенство любых двух инерциальных систем координат. Тогда не было еще полятия системы отчета. Все они должны быть эквивалентны друг другу в описании с событием. Поэтому среди них не должно быть какой-то выделенной инерциальной системой отчета или абсолютно покоящейся. Ведь это автоматически означает привязанность к абсолютному пространству. Сейчас бытует мнение, что блокировка Эйнштейна появилась не как логическая необходимость в развитии науки, а в результате некой закулисной комбинации. Что вы можете сказать об этом? Ну, я могу сказать следующее. Я полностью не согласен с таким конспирологическим мнением некоторых авторов, которые говорят о том, что специальная теория относительности появилась в результате какого-то заговора. Дело в том, что эту теорию невозможно было протиснуть через рамки закулисных конспиративных игр. Это слишком большой и громоздкий проект, которым, кстати говоря, человечество пользуется уже более ста лет. Говоря художественным языком, языком искусства, Альберт Эйнштейн в своей сфере оказался первым крупным модернистом, который разбил классические устои. А фундамент науки в то время основывался на понятии абсолютной мировой среды, механистического эфира. Абсолютно здесь подразумевается как независимый от находящихся в нем тел и полей. Дело в том, что модернизм почти одновременно появился и в сфере искусства. Спустя почти два года великий франко-испанский художник Павло Фикассо представил публике свою первую кубистическую картину. Причем она наполовину кубистическая. Вот репродукция этой картины на слайде. Картина называется «Аминьонские девушки». Она представлена публике где-то в конце 1907 года. Аминьонские не относятся к городу Аминьона, они относятся к Аминьонской улице в городе Барселона в Испании. Ну, это такая улица красных фонарей. И эту картину он писал восемь месяцев. Вот если первую левую девушку он написал в своем классическом стиле, то потом, обдумывая принципы своего кубистического искусства, он далее приближался уже к пятой девушке, которая была написана в чисто кубистическом стиле. Что мы здесь видим? Что фас и профиль этой девушки развернуты на пространство картины. А что это означает? Что то и другое, то и другое для зрителя должно быть равнозначным. Подобно тому, как все инерциальные системы отчетов Эйнштейна совершенно равнозначны. Евгений Алексеевич, расскажите, пожалуйста, зрителям о специальной теории относительности и ее узловых точках. Ну, я хочу сказать, что это самая знаменитая теория 20 века. Ей посвящено огромное количество литературы, в том числе множество статей самого Эйнштейна, множество огромных трудов других авторов, исследователей, и те, которые развивали положение специальной относительности. Но сейчас я хочу остановиться лишь на некоторых моментах. То есть мы сегодня упоминали главную статью Эйнштейна на двух абзацах из этой статьи. Вот его цитата. Я ее озвучу. Пусть в покоящемся пространстве даны две координатные системы, каждая с тремя взаимно-перпендикулярными осями, входящие из одной точки. Пусть оси Х обеих систем совпадают, а оси Y и Z, соответственно, параллельны. Пусть каждая система снабжена масштабом и некоторым числом часов. И пусть оба масштаба и все часы в обеих системах точности одинаковы. Имеется в начальный момент. Следующий абзац. Пусть теперь начало координат одной из этих систем сообщается. Постоянная скорость В в направлении возрастающего значения Х другой, покойщей системы. Эта скорость передается также координатам осям, а также соответствующим масштабам и часам. Ну что же касается второго... Да, вот здесь представлены рисунки. Вот нижний рисунок взят из книги самого Эйнштейна «Эволюция физики». То есть это цитата. Второй рисунок просто позаимствован. Я на него ссылаюсь. Эту цитату. Верхний рисунок иллюстрирует, что было в начальный момент и что было в следующий какой-то момент, который Эйнштейн говорит. Какой следующий момент? Ну что касается второго абзаца, то Эйнштейн прямо не говорит. Каким образом, то есть за какое время, постоянная скорость В сообщается о движущей системе К. Процесс приобретения скорости, то есть ускорения, как бы изымается из репортажа наблюдателя. То есть фактически объявляется несущественным. Действительно, начиная с его первой статьи 1905 года и далее по всей классической литературе, полагается, что собственное ускорение системы отчета никак не влияет на координаты событий в ней. Более точно, в специальной теории относительности полагает, что координаты событий в ускоренной системе отчета совпадают с координатами событий в локально-лоренцевой системе. Несколько слов о локально-лоренцевой системе. Это та абстрактная инерциальная система, которая мгновенно касается первой системы. Вот это положение фактически декларируется в статье Эйнштейна 1905 года. Евгений Алексеевич, а что это означает с новых позиций? Это означает с позиции, с новых позиций, я потом объясню с каких, что формулы специальной теории относительности более всего точны в случае несущественных, прежде всего продольных ускорений. Но во многих реальных случаях формулами специальной теории относительности нужно пользоваться с некими поправками, которые содержат эффекты собственного ускорения. Однако, находясь внутри предмета этой теории, специальной теории относительности, эти поправки невозможно найти. Потому что, вообще говоря, область действия специальной относительности – это класс идеальных, в общем случае абстрактных, инерциальных системачатов. Однако, однако, сразу скажу, в реальной относительности, в теории реальной относительности, которая сегодня будет представлена зрителям, то есть о той теории, речке, от которой пойдет чуть позднее, эти поправки присутствуют. И в некоторых случаях они являются доминирующими. Но самая главная узловая точка специальной относительности, или точка сбора, но о ней мало кто пишет, но я скажу, это проблема синхронизации разноместных часов. В первом абзаце, цитата Эйнштейна, говорится о некотором количестве в точности одинаковых часов, расположенных вдоль продольных осей первой и второй системы координат. Таким образом, речь идет о синхронизированных часах в каждой системе, которые расположены в разных точках координат, вдоль главной оси координат, первой и второй системы координат. То есть о разноместных синхронизированных часах. И вот здесь Эйнштейн неявно подразумевает, что темп хода часов покоящийся в точке А, допустим, здесь, равен темпу хода часов покоящийся в точке Б, допустим, здесь, и не соответствует темпу эталонных часов. Так вот именно в этом специальной относительности заключается согласительный или условный характер понятия одновременности событий в разных точках отдельно взятой инерциальной системы отчета. Дело в том, что в реальности регулировка темпа часов, темпа хода часов, возможно лишь в условиях, тождественным условием нахождения эталонным часам. Это означает, что при проведении этой процедуры настраиваемые эталонные часы должны находиться в одном месте, в одинаковых условиях. То есть в одном месте это означает, что земное тяготение должно быть одинаково, при одинаковой температуре, влажности и других параметрах. Если эталонные часы расположены в точке С, вот, ну все они, так сказать, пунктируем, те, которые, так сказать, пришли туда, упакующиеся в инерциальной системе, то по форму специальной относительности темп хода часов, перенесенный из точки регулировки в точку А, допустим, в точку Б, зависит от траектории переноса из С в А и в С в Б, а также от графика движения часов, по этим траекториям. Также это обстоятельство прекрасно иллюстрируется знаменитым парадоксом часов специальной относительности, заключающимся в эффекте задержки показания двигающих часов в общем случае и в эффекте изменения их темпа при их возвращении. Эти эффекты специальной относительности сильнейшим образом зависят от графика движения часов. Вот эта проблема, которая сейчас осветила, это крупнейшая проблема, была впервые обозначена профессором Алексеем Алексеевичем Тяпкиным в 1972 году. Она вылилась в крупную дискуссию на странице главного физического отечественного журнала «Успехи физических наук». Ну и окончилось, как вы сами догадываетесь, порицание профессора Тяпкина со стороны грантов советской науки. А вот в реальной относительности эта проблема преодолевается. Евгений Алексеевич, как проблема синхронизации влияет на развитие теории относительности? Я думаю, что именно из-за проблемы реальной синхронизации разноместных часов до сих пор не было произведено измерение скорости света только в одном направлении. Я согласен с Юрием Николаевичем Ивановым, это его мнение, что это не добавляет устойчивости в саму теорию, в специальную теорию относительности. Вы только что привели мнение Юрия Николаевича Иванова по важной проблематике. Как вы относитесь к деятельности, к научной деятельности Юрия Николаевича? Ну я сразу скажу, что к его научной деятельности я отношусь с уважением. А сейчас я хочу привести цитаты, которые я взял из его одного из последних публичных выступлений на последних зигаревских чтениях. Первая цитата. Система отчета сравнивается сама с собой при разных скоростных режимах. Система отчета, имеющая одну скорость, не эквивалентна самой себе после того, как она изменила скоростной режим. Следующее предложение. В рамках специальной теории относительности этого не должно быть по определению. Ну и вторая цитата большая. Некий процесс, происходящий в приборе при одной скорости системы, необходимо сравнить с точно таким же процессом в этом же приборе при другой скорости. Такое можно реализовать, когда система находится в состоянии ускоренного движения. Хочу сказать, что я с этими цитатами высказывания Юрия Николаевича полностью согласен. О том, что эти эффекты, которые, как он по его сведениям раскрыл или обнаружил, эти опыты были поставлены в основном в 2018 году, в 2021 году. Я полностью согласен с Юрием Николаевичем Ивановым, что эти эффекты, эффекты Иванова, которые содержатся в его цитатах, противоречат специальной теории относительности. Но! Проблема состоит в том, нужно ли при этом откатываться назад, в начало 20 века, в то время, когда специальная теория относительности еще не появлялась. И начинать новое движение, снова став ногами на абсолютное основание механистического эфира. Так вот, история 20 века говорит о том, что основные научные открытия и технический прогресс были основаны либо были спровоцированы теория относительности. Я хочу напомнить, что знаменитая формула Эйнштейна, вернее, знаменитая формула, она была физически обоснована Арбетром Эйнштейну Е равно МС квадрат. Сразу после... В 1907 году она была, исходя из положения специальной относительности, физически обоснована. То есть, он обосновал, что это предложил. То, что эта формула действительно имеет место в реальном мире. Е равно МС квадрат. Эта формула явилась основой мировой атомной энергетики. Еще один факт. Ваш покорный слуга более 10 лет проработал в серьезном академическом институте, занимаясь ускорительной тематикой. Я утверждаю, что формула специальной теории относительности или формула релятивистской динамики действительно работают. Именно эти формулы показали исключительную точность проектирования самых грандиозных и дорогих инженерных сооружений нашего времени ускорителей заряженных частиц. И возникает вопрос, он стоит прямо перед нами. Как быть в такой ситуации? Казнить нельзя помиловать. Где поставить точку? Где поставить запятую? И вот я приведу еще одно мнение коллеги Иванова Юлия Николаевича, что Эйнштейна нужно сбросить с корабля современности, далее нужно вернуться назад к эпохе механистического эфира и начать все сначала с чистого листа. Это он высказывал как раз во своем докладе из Игоревской чтения. Ну тут приходят значит приходят слова из гимна пролетарского «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». А как же безусловные успехи специальной теории относительности в деле развития мировых технологий 20 века? Есть ли более рациональный выход из этого положения? С моей точки зрения единственный выход состоит в том, чтобы признать специальную теорию относительности верной, но в своей области теории, а ее область является областью инерциальных в общем случае абстрактной системы отчета. Но при этом признать эту область ограниченной, которая не способна описывать все возрастающее количество противоречий к специальной теории относительности эффектов. И в этом случае эта теория, специальная теория относительности, должна стать отправной точкой новой и более широкой теории относительности, в которой специальное и ее другое название частной теории относительности будет только частью нового. Но кто решит эту задачу? В любом случае, мы должны быть благодарны Юрию Николаевичу Иванову за то, что он обнажил эффекты, противоречащие достаточно узкой, специальной или частной, повторю, теории относительности. А сейчас я хочу произнести немного измененную реплику Ленина, публичную реплику Ленина, и сказать, есть такая теория. Эта теория называется теория реальной относительности. Это краткое название, ее полное название – теория относительности реальных систем отчета. Она, с одной стороны, накрывает вышеперечисленные эффекты Юрия Николаевича Иванова с приоритетом 2018 и 2021 год. И, с другой стороны, захватывает и релятивистские эффекты. Например, эффект замедления времени в системе отчета, связанных с релятивистскими частицами ускорителя. Евгений Алексеевич, расскажите более подробно о реальной относительности. Ну, я хочу сказать несколько слов об этом, очень кратко. Сразу замечу, что в основании более широкой, чем специальная теория относительности, слово «общее» занято, поэтому она будет в наших обозначениях более широкой, реальной относительности лежат те же преобразования Лоренса, а более точно четырехмерные вращения в четырехмерном пространстве события. Значит, первая инновация. Теория реальной относительности построена на новом понятии реальных систем отчета. Значит, класс реальных систем отчета более узкий, чем абстрактная система отчета, в общем случае не связанная с реальными телами, специальной общей теорией относительности. Элементарная реальная система отчета – это тело малых размеров, четырехмерном пространстве событий, которое связано с четверкой ортонормированных векторов. Это одно из главных отличий, например, реальной относительности от специальной общей теории относительности и вообще от всей научной парадигмы Исаака Ньютона. Потому что современная физическая парадигма, здесь имеется в виду и механика Ньютона, и фундаментальная теория, и электродинамика, и специальная общая теория относительности базироваются на понятии материальной точки. То есть, это тело малых размеров, ариентации которых не описывается специально, отдельно. Здесь же вводится совершенно другое понятие. Оно не сводится к понятию материальной точки. Это тело малых размеров, связанное с четверкой ортонормированных векторов, и ориентации которых задается независимо от положения, ну, центра этой точки, начала этой точки. Пространство событий, я должен это сказать обязательно, пространство событий, ориентированных точек, обосновал мой учитель и научный предшественник Геннадий Иванович Шипов в последние, третий, двадцатого века. Пространство событий, оно более сложное, чем пространство общей относительности. Оно состоит из так называемой базы, то есть искривленного четырехмерного пространства и так называемое касательное расслоение, которое соответствует как раз этим локально-лоренсовым системам отчета. То есть в каждой точке пространства базы есть касание слоя, а слой является плоским псевдо-эвклиновым пространством, который соответствует локально-лоренсовым системе отчета. Это первая и основная инновация реальной относительности. Кроме этого, следующая инновация, следующая одна из основных инноваций реальной относительности. Следующей инновацией является новая процедура измерения координат событий в реальности мячет. Она заключается в прямом синхронизированном измерении времени. Процедура измерения координат событий в движущейся реальной системе отчета. А что такое движущаяся реальная система отчета? Представим себе станцию МИР, которая с далеких расстояний может быть представлена как точка. Ее размерами с далеких расстояний можно пренебрить, но не ориентацией. Если она поворачивается на плюс 90 градусов, для нас, то для космонавтов, координаты звезды в ее системе отчета станции повернутся на минус 90 градусов. Это по трехмерным углам. Также на станции есть возможность, независимо от системы GPS звезд, фиксирует свое реальное положение в пространстве. Есть такие аппараты, которые интегрируют ускорение, ускорение, получается скорость, потом интегрируется в скорость, и получается местоположение космического аппарата в пространстве. Без привязки к каким-то далеким космическим объектам. Так вот, сравнение текущих показаний приборов производится с показания приборов в той же системе отчета, которая находится в предыдущей точке своей траектории. А что касается космической станции, то там, допустим, сравниваются ее координаты, три координаты и плюс координаты скорости с лабораторной системой отчета, то есть с космодромом. Либо производится сравнение текущих показаний приборов, которые показывают время и расстояние, с показания приборов в другой системе отчета. Но с условием, что другая система отчета была отождественна первой в начальной точке траектории. То есть у них должен быть единый корень. Зачем единый корень? Это необходимо для того, чтобы ход часов должен быть синхронизированный. Первая система отчета и вторая система отчета. Это обязательная смена. То, что было выпущено в специальной теории относительности, там абстрактно, не синхронизировано, не абстрактно, косвенно, не синхронизировано измерение времени. Кроме того, я хотел еще сказать, упомянуть, что реальная относительность не отвергает процедуру косвенного, не синхронизированного измерения времени в движущихся системах отчета, ну, допустим, связанных с релятивистскими частицами в ускорителе. Действительно, очевидно, что у системы отчета, которые связаны с двигающейся релятивистской скоростью частицы в ускорителе, и лабораторной системы отчета, где находится наблюдатель, которые наблюдают за, допустим, рождением и распадом этой частицы, нет единого корня. И там у релятивистской частицы нет часов. Поэтому измерение хода времени в системе отчета, связанной с движущейся частицей, происходит не прямым, а косвенным образом. Например, по вычислению длины треков частицы за время ее жизни. Это знаменитые опыты. их ни в коем случае нельзя отвергать. Значит, вот знаменитые опыты по вычислению времени жизни мю плюс мизонов, которые движутся с релятивистской скоростью. Значит, элементарно производится подсчет длинной траектории, и поэтому вычисляется ход времени в той системе отчета, с которой связан движущаяся вот эта релятивистская частица. Действительно, формулы специальной относительности работают. Но, еще раз повторяю, здесь производится косвенное, несконкронизированное измерение времени. Таким образом, специальная теория относительности с ее в общем случае абстрактными системами отчета, то есть системами, которые в общем случае не связаны с реальными телами, и с ее косвенным, несконкронизированным измерением времени, входит в реальную относительность как составная часть. Задам самый главный вопрос. Как же снимать блокировку Эйнштейна? Или как снимает блокировку Эйнштейна реальная относительность? Ну, вот это действительно главный вопрос, потому что это заявлено. Я несколько слов хочу рассказать об этом. Блокировка Эйнштейна снимается в реальной относительности тем обстоятельствам, что в этой теории есть выделенная абсолютная система отчета. Это удаленная и покоящаяся по отношению к источнику поля система отчета. Значит, в реальности ускорение частиц и тел происходит в каких-то полях, в каком-то поле. Поэтому в реальной относительности обязательно должен быть источник поля, допустим, гравитационного поля. Если мы представим такую ситуацию, что мы находимся на бесконечности, в покоящемся состоянии относительно гравитирующего источника, допустим, Земли или Солнца, в разных системах, должен быть только один источник, в каком-то большом космическом корабле. Основном корабле-матке. И из этого корабля каждую единицу времени стартуют дочерние космические корабли, более мелкие. И причем они возможно включают свою ракетную тягу и летят по разным траекториям. Но формулы реальной относительности таковы, что в эти формулы входят обязательно начальные условия, потому что это дифференциальные уравнения, которые решаются. То есть формулы преобразования дифференциальны. И обязательно должны быть начальные условия. И вот в этом выделенном состоянии, то есть в состоянии покоечном состоянии и в состоянии удаленном от источника поля, гравитирующего поля, формулы реальной относительности говорят о том, что время на каждом дочернем космическом корабле будет точно таким же, как время, как эталонное время на материнском корабле. независимости от траектории полета, от включения ракетного двигателя и так далее, это и графика движения. Вот. Отсюда следует, что на самом деле есть абсолютное время. И оно относится к выбранной вот этой абсолютной системе отчета. То есть с одной стороны в зависимости от начальника условий. Если мы находимся там, то есть родились там, далеко от гравитирующего источника, то как бы мы ни двигались, время на наших часах будет соответствовать эталонам часа. Вот. Но мы находимся на Земле. Здесь родились. И поэтому производя опыты с какими-то движущими объектами, они производились. Здесь возникает уже сдвижка по времени у движущих часов, которые вернулись в обратную точку, и часов лабораторных, те, которые оставались на лаборатории, оставались неподвижны в лаборатории. Я хочу зрителям напомнить или доложить о знаменитых опытах американских исследователей. Эти опыты Хаффили-Киттинга относятся к коктябрю 1971 года. Что они сделали? Они взяли пять атомных часов, пять комплектов, громоздкие, их синхронизировали на базе, на военной базе, на военно-морском базе, где-то в Америке. Потом купили билеты на самолеты, там не было круглосветного самолета, они летели с пересадками в восточном направлении. Сначала был облет Земли, по-моему, сначала восточном, потом с западным. То есть, через месяц с западным. По прилету они фиксировали показания своих часов, причем их было пять, делали какое-то усреднение и сравнивали их с лабораторными часами. Что же оказалось? Это все опубликовано. Оказалось, что те часы, которые облетели нашу планету восточном направлении, по-моему, так, отставали от лабораторных. А те часы, которые облетели в западном направлении, они шли вперед. Ну, примерно на то же самое величину. Вообще говоря, это прямо противоречит формулу специальной относительности. Потому что по формулу специальной относительности движущийся объект должен отставать в ходе часов по сравнению с покоящимися, которые были лабораторными часами. Ну, хочу сказать, что здесь исследователи сделали, пользуясь формулой специальной относительности, они прибегли к маленькой хитрости. Это все можно откопать в литературе. значит, объявили покоящиеся не те часы, которые покоятся в лабораторной системе, а те, которые, так сказать, на стационарной орбите. и не вращаются с поверхностью Земли. Вообще, говоря, это маленькая хитрость, так скажем. Но по формулам реальной относительности этот эффект вычисляется прямо. Реальная относительность, говорит, это опубликовано в книге, что в одну сторону двигаясь круглосветно и приходя в ту же самую точку, часы будут отставать, те часы, которые вылетают в землю в другую сторону, будут немножко опережать. Чем вы можете объяснить, какое физическое явление природное лежит в основе, что не разглядел Эйнштейн? Эйнштейн жил гораздо раньше нас, наука развивается, он не знал. Если Эйнштейн допустил такую ошибку умозрительную, создавая Е равно МЦ квадрат и вся атомная промышленность здесь очень важна точность. Давайте так все-таки, давайте официальной точкой зрения придерживаться. Вы очень верно сказали, что теория Эйнштейна, она очень узкая для некого фрагмента. Нет, это не фрагмент. Извините, множество технологий 20 века, прежде всего. Вы что, хотите сказать, что атомная промышленность это узкий фрагмент? Это узкий фрагмент, потому что мы взяли уже ядерное топливо. Теория Эйнштейна не способна сказать, откуда берется ядерное топливо, как переходит с орбиты на орбиту, а очень узкий фрагмент, как использовать радиоактивное топливо в ядерном реакторе и сколько мы получим тепла? Да, конечно, не вопрос. Я хочу сказать, Ярослав, давайте все-таки будем более осторожны к словам. Это огромное значение имеет эта формула, я равноемся квадрат. Она обосновывает превращение... Не Эйнштейн, кстати, была. Она не Эйнштейна, но я... А за гору как раз в том, что почему-то мировое сообщество Нобелевскую премию дали Эйнштейну, хотя даже... Не за это, совершенно верно. Но натянуть-то надо было Нобелевку ему дать, помазать, так сказать, что ты помазал... Я могу рассказать на отдельной лекции, как вообще принималась эта специальная относительность. Она принималась 40 лет. И окончательно была принята... Продавливали, давили честных ученых, давили, 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 как хлоп-хоп. Дорогой Ярослав, все было не так. Вот. Все, так сказать, полное признание специальной теории относительности произошло в 1945 году, в августе месяце. Полное признание это то, что нам показывают. Это нам показывают. А чтобы отвлечь внимание мировой сообщества, не надо. Когда я учился в Московском физико-техническом институте, вы представляете, что произошло в мире? Продавить теорию относительности, эту лживую, которая замедлила развитие. Но замедлила, потому что мы... В хорошее направление, скажем, замедлила, так скажем. Ярослав, в хорошем направлении. Атомная промышленность развивалась семимильными шагами. Я просто присутствовал на лекции развивалась одну секундочку. Военное направление. Опять же. Сейчас не перебивем. Наука. Вы, ученые, как проститутки, обслуживаете военно-промышленный комплекс ростовщиков, менял и оценщиков. Вот это говорил Рязанов. Александр Иванович сидит на этом месте. Но, по его мнению, вообще надо запретить научный прогресс и вернуться ко времени телеги, так сказать. Абсолютно нет. Ну, как нет? Он говорит, во благо чего мы создаем научные прорывы? Любое движение научное, оно к палке о двух концах. Да. Это может быть и туда, и туда. И пока побеждает партия войны, мы создаем атомные бомбы. Ярослав, я хочу сказать все-таки о формуле Y равно МЦ квадрат. Я думаю, что прогрессивное человечество все-таки на стороне того, что это прогрессивная формула, но не полная, как следует из вашего доклада. Ибо есть реальная относительность, которая уже рассматривает некую гипотетическую точку отчета в далекой системе. То есть, вы уходя от эфира все-проникающего и все-движущего. Ярослав, ты вообще говоря угадал немножко, потому что в реальной системе отчета не те, которые локально... Да, в реальной относительности эта формула верна для инерциальных систем отчета. Для реальных систем отчета она немножко откорректирована. Совершенно верно. Вот, есть корректировка. Все движется вперед, но я ни в коем случае не умоляю значение этой формулы для развития человечества. Не все, кстати, в 20-е годы были согласны. Ты говоришь, что вот продавили 5-е, 10-е. Нет, мало-помалу в течение 40 лет специальная относительность через эффекты, которые находились в лаборатории, мало-помалу, она сначала завоевала физические лаборатории, прежде всего. Это не касалось университетов, я так понимаю. А курсы, читаемые для студентов, одну секундочку, я все-таки договорю. А курсы, читаемые для студентов, они, наверное, были еще далекие от этих понятий. Наш уважаемый профессор Тибирязев, кстати говоря, он, правда, не дожил до признания этой формулы Ера на ц квадрат, но он очень ругал эту формулу. Как же так? Он говорил, как же так? Материя в энергии, разве это можно представить себе? Тем не менее, памятник этому уважаемому профессору у нас в центре Москвы и его именем названа Тимирийская Академия. Вот такой неприглядный, я сейчас могу сказать, что это неприглядный факт в его биографии, так скажем. История об этом говорит. История также сохранила множество видеосюжетов, где Цирковский Владимир Акимович показывает брошюру «Блефы не считать теории относительности», в котором доказывает и объясняет, что нету ни одного опыта, на который официальная наука могла бы сослаться в доказательство действия теории относительности. Это все фикция и провокация. И единственное, о чем говорится, что вся атомная промышленность работает на этой формуле. Еще раз, подмена физики и конспирологической теории в чем заключается, что вместо общего понимания окружающего мира описываемой эфирной средой или физическим вакуумом ввели очень отдельные сегментированные вещи, которые описывают закрытые системы. То есть человечеству закрыли понимание открытых систем и получение внешнего резонанса и перевели только на закрытые системы. Это вопрос? Нет, это я поясняю, что есть циковские сработки. Мы хотели с вами еще затронуть тему новой электродинамики. После перерыва. После перерыва. Пока стоп. Давайте дадим определение блокировки. Что это такое? Блокировка в науке. Это один из способов запрета или ограничения доступа к информации знаниям и суждениям о предмете исследований с целью не допустить создания технических техники и технологий принципиально нового уровня. Задача блокировки отвлечь внимание от главного, изменить направление развития, притормозить это развитие до лучших времен. Перечислю некоторые из того, что относятся к технике и технологиям. Но напомню, что без возврата к эфирной парадигме ничего этого создать не удастся. То есть я сейчас перечислю просто то, за что я могу отвечать и за что отвечает мой небольшой коллектив, который работает над этим проблемой. Первое. Что мы можем реализовать, встав на путь эфирных технологий? Разработка и создание технических устройств неракетного типа подчеркиваю неракетного для перемещения в пространстве посредством опоры на эфир и грамотной трансформации электрической энергии в энергию движения. То есть это то, как предположительно летают скажем так, скорее всего это даже не гости, но назовем их так, те, кто управляет летающими необоснованными летающими объектами. Второе. И здесь экспериментально уже есть эксперименты реальные. Создание эфирного компаса, то есть прибора, способного указывать как на направление движения в эфире, так и измерять абсолютную скорость. То есть это чуть дальше будет. создание навигационного устройства неинерционного типа, не требующего GPS или иных реперов для позиционирования. Тут я добавлю, способного работать под водой на любой глубине, под землей и где угодно. Эти проекты конкретные и вполне реализуемые, а вот спроса на них пока не наблюдаются. Ну, несмотря на то, что мы везде выставляем информацию. Для того, чтобы снять блокировку, необходимо было мысленно переместиться во времени в период до 1905 года. Почему? Потому что тогда не нужно бороться с теми, с тем, что было разработано теорией относительности. если мы находимся в 1900 году, Эйнштейна нет, теории относительности нет, об эфире все говорят, и мы спокойненько, значит, именно в этом ключе продолжаем работать и уже с позиции нашего времени, так как мы знаем больше, чем знали в 1900 году, уже решаем эту проблему, и тогда Эйнштейн просто не появляется. Ему здесь со своей теорией делать нечего. Но это второй вопрос, история именно такова, потому что иначе, еще раз повторюсь, спасти человечество, значит, заблокировав эфирные технологии, было бы невозможно. Значит, примем эту подсказку в качестве руководства в дальнейшем действии. В основе блокировки лежат постулаты специальной теории относительности, то есть светоносный эфир отсутствует, инерциальные системы всегда равноправны, и скорость света в них всегда одна и та же. Поверьте, я неплохо знаю теорию относительности, по крайней мере, специально это как бы так. Поэтому я чем предлагаю, что предлагается взамен, и что было сделано. Необходимо было придумать такой эксперимент, в котором система отсчета вот здесь маленький нюанс, в котором система отсчета сравнивается только сама с собой при разных скоростных режимах. То есть у меня здесь написано цель эксперимента показать, что система имеющая одну скорость неэквивалентна самой себе после того, как она изменила скоростной режим. В теории относительности есть. Такой эксперимент был придуман и реализован. Результат удалось обнаружить различия, которые в рамках специальной теории относительности не должно быть по определению. эксперименты проведены в 2018 году и в 2021 году. Они показали, что эфир на месте, то есть объективно существует и со времен Майкельсона никуда не делся. Как бы тут последователи теории относительности не старались. В этой книге изложена методика определения абсолютной скорости в мировом эфире. По сути блокировка снята. Решение нескольких задач, но самое сложное было, потому что чтобы догадаться, как сформулировать эти задачи, каковы должны быть, ну, как задача формулироваться, дано найти. Пришлось, скажем так, угрохать много-много лет жизненного. Но когда задачи были сформулированы и решены, то оказалось, что они настолько элементарные и простые, что в течение более чем ста лет никто эти задачи просто-напросто не формулировал и не решал. В круговерте танцы космических бур, незаметны людские мечтания и сны, прорывается счастье в сердца всех людей, но так мало кто знает все это, увы, я всесильным становлюсь неиздержимым, все преграды прохожу и режимы, свет эфира озаряет вселенную, мы купаемся в любви необыкновенно. За пределами небес море люди счастья все хотят, а не горя, там, где сердце у земли космос, только слышу я лишь твой голос. Я всесильным становлюсь неиздержимым, все преграды прохожу и режимы свет эфира озаряет вселенную, мы купаемся в любви необыкновенной. Свет души пронзает лазером вечность, словно дети мы кружим в танце мира, а любовь ведь это просто беспечность, и тепло сердца струится эфира. Я всесильным становлюсь неиздержимым, все преграды прохожу и режимы, свет эфира озаряет вселенную, мы купаемся в любви необыкновенной. их нужно область страх Субтитры подогнал «Симон»